Открытые диалоги по судебно-правовым вопросам, которые были организованы в столице народными приемными президента, позволили ответственным лицам оперативно рассмотреть ряд вопросов и ситуаций, которые волновали людей. С подробностями и принятыми решениями Шухрат Шакиров. Организованные народными приемными президента 28-30 апреля этого года в Сергилийском, Учтепинском, Мирзо-Улубецком районах с соблюдением правил карантина открытые диалоги по судебно-правовым вопросам позволили еще глубже вникнуть в волнующие жители столицы вопросы. Ответственные лица Верховного суда и Высшего судейского совета, рассмотрев 796 обращений, нашли решение 387 из них. В эти дни священного месяца Рамазан еще более ярче проявляются присущие нашему народу милосердие, гуманность. В течение трех дней в рамках выездных судебных заседаний районных судов рассмотрено 93 уголовных дела, и столько же лиц, осознавших свою ошибку в жизни и искренне раскаившихся в содеянном, возместивших нанесенный ущерб, освобождены условно-досрочно. Им дана возможность встать на правильный путь исправлений, начать все, как говорится, с чистого листа. Мансурбек Абдуджаборов из Андежана, совершив кражу, получил шестилетний срок лишения свободы. Его опрометчивый поступок склонил головы родителей. В заключении пробыл 5 лет. За это время, переосмыслив все, сделал правильные выводы. Обращение членов его семьи было рассмотрено в процессе общественного приема. Суд изучил все материалы. В итоге заключенный вышел на свободу. Ввиду примирения сторон и отказа от исков прекращены 8 уголовных и 26 гражданских дел относительно взыскания алиментов, доли наследства и обеспечения. В процессе проведенных бесед с находившимися на грани развода супружескими парами сохранены 29 семей, в которых растут 60 несовершеннолетних детей. Судами удовлетворены заявления 155 граждан касательно взыскания алиментов, заработной платы, материального и морального ущерба, задолженностей, обеспечения и компенсаций. Шести лиц по определению фактов, имеющих юридическое значение. Восьмерых соотечественников, связанных со спорами в жилищном вопросе и еще троих относительно усыновления. Один человек признан обладателем наследства. Восстановлено право на отцовство еще одного гражданина. В отношении же троих обратившихся определен порядок свиданий с детьми. В рамках выездных судебных заседаний 9 лиц освобождены от административной ответственности. Многие пришли выразить благодарность за решение их предыдущих обращений. Так, Шкрула Париков из Нусабадского района, работавший в органах внутренних дел в 2007 году, был уволен по обвинению в превышении должностных полномочий. После тщательного рассмотрения вопроса на основе решения касационной инстанции Ташкентского городского суда от 25 февраля прошлого года он был реабилитирован. На основе предыдущего обращения Шкрула Париков восстановлен на прежней работе. Заявления по поступившим 154 обращениям переданы соответствующие судебные коллегии Верховного суда для рассмотрения порядки касации. Ответственные лица Генеральной прокуратуры на месте решили 51 из поступивших 222 вопросов, а представители Министерства внутренних дел 69 из 192 обращений. Джурабой Кадыров из Нусабадского района с 2018 года не может получить причитающуюся ему плату за работу от предприятия техник «Хазмат Курсатыш» в Абутлаш в Кашкадаринской области. Есть решение суда на этот счет, но оно не исполняется. На основе его обращения к Кашкадаринскому областному отделу бюро принудительного исполнения дано поручение по реализации данного судебного решения. Малека Тимирова из Дихканабадского района Кашкадари после кончины супруга требует долю наследства, но не знает порядок его получения, а для того, чтобы нанять адвоката нет средств. Представители Министерства юстиции окажут ей правовую и практическую помощь в этом вопросе. В целом в процессе общественных приемов в столице рассмотрено 2297 вопросов 2242 обратившихся граждан. 1051 решен на месте, по 640 даны правовые разъяснения, 606 на основе определения сроков и ответственных лиц взяты под контроль народных приемных президента.